МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шестидесятые годы, время физиков. В технические вузы огромные конкурсы. На вечерах отдыха именно там толпятся городские красавицы. Молодые физики самые остроумные, образованные, элегантные. Они цитируют Хемингуэри, Марка, Ильфа и Петрова. Катаются на горных лыжах и ходят в байдарочные походы. Они рано становятся докторами наук, ездят на научные конференции в Париж, получают ленинские премии и сидят за коктейлями в модных ресторанах. Одним из таких блестящих молодых людей был наш герой. Петербург, Ленинград, колыбель российской науки. Здесь была основана Российская академия наук. Вот она, за моей спиной. В этом городе множество учебных и научных институтов. Колоссальная оборонная промышленность. И неудивительно, что именно здесь, в Ленинграде, в 60-е годы среди ленинградских физиков прошел слух. Мы стоим на пороге величайшего открытия. Впервые в мире создается носитель памяти огромной мощности. Хваленая западная кибернетика отброшена на обочину прогресса молодым советским ученым. Однако очень скоро гениальность его изобретения придется проверять ленинградской милиции. В августе 1964 года в самом респектабельном на Невском проспекте кафе «Север» необычайные события. Отмечают появление нового доктора физико-математических наук. Виновнику торжества всего 25 лет, а он уже знаменит. Он открыл новый эффект, названный его именем. Эффект Гендлина. Молодой гений, новый Ландау, будущий Капица. Годами проверенный ритуал. Выступают академики, за ними члены-корреспонденты, профессора, доктора наук. Все славят молодое дарование. Однако не пройдет и года, и они постараются забыть, как неприличный сон, все, что говорили в тот вечер. Бывают люди, которые переворачивают мировую науку. Так вот, я первооткрыватель, равный Копернику. Я гений. Пусть пока и не признаю. Семен Гендлин с детства знал, что его ждут великие дела. Он родился в Харькове, в интеллигентной семье. Папа – профессор, мама – кандидат наук. В 41-м году семью эвакуировали в Ташкент. Через три года Гендлины вернулись в Харьков. Сеня рано научился читать и считать. И когда пришла пора идти в школу, твердо знал – он самый лучший, самый умный мальчик на свете. Первые годы обучения, примерно до пятого класса, он еще как-то тянул, а впоследствии стал отставать от своих товарищей. Ну, будучи, считая себя гениальным, надменным такой и гордым, он не мог себе находиться в этой среде, где его уже начинали распознавать, что он такой же, как и все остальные. Быть хуже других для юного Сени Гендлина невыносимо. Непризнанный гений решает бежать из школы, из города Харькова и даже с Украины. Семен корадет у родителей деньги и едет в Узбекистан, который помнит по эвакуации. В Ташкенте он называется чужим именем, заявляет, что его отец погиб на фронте, а мать умерла. Для того, чтобы убедительно врать другим, сначала нужно поверить в это самому. Сеня Гендлин обладал этим бесценным качеством с детства. Он легко вписывался в любую роль, жил чужой жизнью, а окружающие принимали все за чистую монету. Бесценное качество. Сегодня это сирота, завтра сын лейтенанта Шмидта, послезавтра отец русской демократии. Сироту Гендлина приютил детский дом. В солнечном Узбекистане Сеня блещет интеллектом и эрудицией. Он лучший ученик в классе. Я уже в детстве знал, что я обладаю выдающимися способностями. Я стремился к самостоятельной жизни и доказал себе, что всего могу добиться сам. Но там не было домашней обстановки, не было ухода за ним, не было той пищи, к которой он привык, не было мамы рядом. И когда он это понял, до него это дошло, он вынужден был сообщить о том, что он находится в Средней Азии, в интернате, и хотелось бы ему вернуться домой. Родители немедленно собрались в Ташкент, захватили с собой фотографию ребенка, с которой не расставались, и приехали в Ташкент, в детский дом, который обозначен был в письме. Обратились к директору детского дома, сказав, что мы приехали к вашему воспитаннику, Сене Генлину. Как вы сказали, Сене Генлину, у нас нет такого ученика. Как нет? Вот же наш сын, вот фотография. И тогда директор детского дома сказал, вы ошибаетесь, этого мальчика зовут Уруцкоев его фамилия. Это наш сын. Нет, вы знаете, это узбекский сирота Уруцкоев, очень талантливый мальчик. Он блестяще учится по всем предметам, только почему-то по узбекскому языку у него все время двойка. Он не владеет языком. Вернувшись в Харьков, Семен Генлин заканчивает школу рабочей молодежи. Одновременно работает слесарем на электромеханическом заводе, увлекается радиоделом. Поэтому в армии Семен служит кино-радиомехаником. Он был прекрасный радиолюбитель. То есть он руками работал, там вот монтаж, там и так далее, он это делал. Потом, ну вот я помню, что значит он в армии был каким-то, когда он служил вроде бы в армии, значит и был каким-то там, ну занимался тоже вот приборами и так далее. Вот. Так что он имел какой-то вот опыт. В армии Семен попал в госпиталь и заинтересовался медицинскими приборами. Этот интерес и решает его дальнейшую судьбу. После армии Гендлин приходит в Харьковский институт медицинской радиологии, в отделе кадров заявляет, что работал конструктором медицинских приборов и заканчивает учебу на радиофизическом факультете МГУ. Я рано понял свое призвание, что мне нужно быть первооткрывателем новой эры в электронике. В отделе кадров Гендлину верят на слово и ничего не проверяют. Принимают инженером-радистом, но с оговоркой, временно до предоставления справки об образовании. Так Семен Гендлин делает свой первый шаг на пути в закрытый мир ученых-физиков, элиту советского общества. Там не было пустых авторитетов, там были действительно возможности проявить себя независимо и по заслугам получить награду в жизни. То есть она была самая неполитизированная и самая, так сказать, престижная сфера в нашей жизни. Входным билетом в науку является диплом о высшем образовании. Или его копия, заверенная нотариусом. В 60-е годы никаких сероксов не было. И все перепечатывалось на пишущей машинке и ставилась гербовая печать. Достать диплом при родителях с высшим образованием не составило труда. А дальше работа тонкая и аккуратная. Текст подтирался обычными сухарями и впечатывалось новое имя. Гендлин Семен Львович. Вот и все. Теперь можно идти в отдел кадров. Да, я поделал документы об образовании, признаю это. Но это не ради денег. Бывают люди, которым нужен кратчайший путь в науку. Я должен сделать больше, чем обычные люди. Как Томас Эдисон. Подав копию диплома в отдел кадров, Гендлин тут же сообщает, что поступил в аспирантуру, уже сдал экстерном экзамены на кандидатский минимум и приступает к написанию диссертации. Руководители института потрясены такими темпами. Похоже, перед ними настоящий гений. Решил подделать документы на кандидата технических наук. В результате подделал такой документ и предъявил. В результате к нему его уже сделали основным работником без указания до предъявления документов. Назначили ему вместо 88 рублей заработную плату в 190 рублей, как научному работнику. Кандидат наук – это была фигура. Кандидат наук, во-первых, их было мало. А во-вторых, они имели достаточно много привилегий. Не только по зарплате. Они могли там два дня в неделю не ходить на работу. Библиотечные дни, как сейчас, по-моему, вторник, четверг. Поэтому это было действительно... О докторах я вообще не говорю. Это была вообще запредельная небесная категория. И никто из молодых людей там и не мечтал стать доктором. Не успели в отделе кадров подшить в личное дело Семена Гендлина копию кандидатского диплома, как он объявляет, что приступил к работе над докторской диссертацией. Когда кто-нибудь проявлял любопытство к теме его докторской диссертации, Семен Гендлин делал загадочное лицо и в полголоса отвечал – тема моей работы засекречена. Вопрос половины ответа уже ясно – физик-ядерщик. То же самое он сказал и своим родителям без подробностей. Отец Гендлина весьма удивился. Докторская диссертация. Он знал, что его сын нигде не учился. Он втихомолку пошел в Харьковский институт. В фойе он наткнулся на доску почета. На ней он увидел портрет сына. Подпись гласила – кандидат технических наук Гендлин. Отцу стало приятно. Дальше – вестибюле. Он не пошел. Семен Гендлин пришел в науку не для того, чтобы отсиживаться на высокой зарплате. Его планы гораздо амбициознее, а энергии хватит на десятерых. Он развивает бурную изобретательскую деятельность. Совместно со своим сослуживцем Геннисом конструирует кибернетическую диагностическую машину и посылает заявку в Госкомитет по делам изобретения и открытий, претендуя на авторское свидетельство. Ну, там были люди очень образованные, очень хорошие специалисты, знающие свое дело. Я был в этом институте, беседовал с этими инженерами, которые рассматривали его заявки на изобретение. И они ему, конечно, никаких не утверждали эти его заявки на изобретение, так как видели, что это, в общем, пустое, что это ничего для науки не дает. Один из рецензентов написал со всей откровенностью об изобретениях Генлина. Эти и другие его заявки являются, на мой взгляд, просто-напросто бредом сивой кобылы. Не надо быть профессором, чтобы убедиться в этом. Путь из-за предателя-тернист. Вокруг каждого настоящего ученого много несведущих людей, просто нахлебников. Семен Генлин не сдается. Он утверждает, в Госкомитете окопались ретрограды, они ничего не понимают в кибернетике. В Советском Союзе эта область знания только-только появилась. В то время это было новое слово в науке, и все были, в общем, с ума сходили по этим запоминающим устройствам и кибернетическим машинам. Генлин неутомимо шлет в Госкомитет по изобретениям новые заявки. В результате из Москвы в Харьков в специальную командировку едут эксперты, чтобы увидеть чудо-прибор в действии. Но здесь их ждет горькое разочарование. Прибывшим в Харьков экспертам Генлин продемонстрировал черный железный ящик, сваренный наглухо, тяжелый, но с одним разъемом. Разъем ни к чему не подключался. Генлин сетовал, что именно сейчас его изобретение не работает. Ферриты надо заменить. Тогда ученые попросили заглянуть вовнутрь. Генлин наотрез отказался. Дело секретное государственной важности. К тому же никто не отменял авторские права. Он излагал условия в знакомой манере. Утром патент, вечером содержимое ящика. А то вдруг украдут его гениальные изобретения. Хотя изобретений Генлина никто не видел, ему удается заручиться положительными отзывами научных светил. Академика Акселя Берга, начальника отдела Минздрава Семенова, члена корреспондента Академии медицинских наук Николая Амосова. В Харькове я занимался проблемами хранения и обработки информации. В этом проекте был занятый академик Амосов. Надеюсь, вам не нужно объяснять, кто это? Что касается Амосова, я лично его допрашивал. Он прямо в присутствии этих экспертов института. Мне говорят, да знаете ли, в общем, в ресторане за бутылкой коньяков я, знаете ли, ему подмахнул. Вот так, честно, он прямо признался. Почтенные академики ставили резолюцию изобретения достойно внимания, не вникая в детали. Зато их громкие имена составили славу самому Генлину. Провинциального гения приглашают в Ленинградский институт авиационного приборостроения. Он должен возглавить новую лабораторию и создать запоминающее устройство на ферритовых стержнях. Воплотить свое изобретение в жизнь. Он пришел раньше меня, туда, на эту кафедру, и занимался запоминающими устройствами. Чем конкретно он занимался, в чем суть его вот этих работ, я точно не знаю. Потому что это как бы, ну, под таким ореолом закрытости происходило. И вот появляется человек, который говорит, что да, у него есть некий магический кристалл, некий большой объем памяти, некое очень большое быстродействие, которое может решать многие-многие задачи. И все, ну, большинство стеснялись спросить, а кто ты такой? Как тебе эта штука досталась? В подчинении у Гендлина четыре квалифицированных инженера. Ему благоволит завкафедрой профессор Железнов. У него достаточно времени и средств, чтобы создать свой магический кристалл. Никто из вышестоящих руководителей не приходил неотступно, чтобы следить, как все-таки идет работа. Сидели и ждали, когда Гендлин их пригласит и скажет, ну вот, запоминающее устройство нами создано, и вы можете, пожалуйста, сами в этом убедиться. Вот они ждали этого момента и платили ему по 350 рублей заработной платы. Никаких отчетов я не писал. Схемы и чертежей не делал. Все схемы у меня в голове. Дело в том, что я обладаю феноменальной памятью. Даже ничего не делая, Гендлин всем нужен. Руководство радуется. В институт удалось переманить молодое дарование. Теперь у них есть лаборатория, которая занимается самыми актуальными вопросами современности. Разработкой запоминающего устройства невиданной мощности. И подчиненные довольны. Ими руководит пробиванный начальник. А значит, поможет сделать карьеру и им. Но рано или поздно надо все-таки что-то предъявлять миру. А с этим загвоздка. Проходит несколько месяцев, и руководство наконец интересуется результатом работ. Инженеры монтируют неведомую схему, но собранный макет никак не хочет работать. Не получается никаких большого числа элементов. Ну, тут вот пошли у нас уже конфликты. Какого рода, что значит, ну, он стал говорить профессору Железнову, что я там, ну, неправильно делаю что-нибудь, плохо, видимо, работаю и так далее. Чтобы доказать несостоятельность инженеров, Семен Гендлин решается на вредительский акт. Тайком подменяет один из элементов макета на нерабочий. Такой подлости подчиненный снести уже не может. У меня действительно был перочинный нож в руках, ну, закрытый перочинный нож, слава Богу. Ну, я, конечно, ну, мало того, что, значит, он профессору Железнову жаловался на меня, что я не так делаю, а тут, значит, вот еще подменил вот этот самый стержень. Ну, я, значит, с этим закрытым ножом ему по голове и стукнул, значит, вот так это было. Ну, а, значит, сразу давай-давай не будем, сбегал за коньяком, значит, давай-давай, мы все-таки договоримся, я буду, не буду ничего, никаких пол, колеса вставлять и так далее. Зависть и непонимание сопровождают любое прогрессивное дело. Люди не прощают другим таланты и успеха. Постепенно окружающие гендлины инженеры начинают подозревать неладное. Мало того, что прибор не работает, но и молодой кандидат наук в науках не силен, не может ответить на простые вопросы, а порой упорит откровенную чушь. И он иногда, ну, давал, как говорится, петуха, значит. Ну, как только, ну, а ребята все грамотные, так сказать, сразу раз его, ну, как же так. А он сразу отступал и говорил, я физик, я физик, я, значит, ну, мы там все инженеры, значит, электронщики, электрики, значит, а он, значит, как бы я физик, я тут там не понимаю, я не знаю. Но он, чтобы не терять авторитета перед ними, заявлял о том, что, видите ли, вы еще молоды, еще не знаете, это из-за атомной физики, до которого вам еще надо дорасти. Элементы памяти необходимо получать в ядерном реакторе не менее двух часов. Вот в чем секрет. Гендлин предпочитал больше молчать, чем говорить. Молчание намекало окружающим на богатый внутренний мир изобретателя. Как говорится, молчи, за умного сойдешь. Но обстановка в институте накаляется. Руководитель, профессор Железнов, теряет терпение. Гендрину надо как-то его успокоить. Он идет ва-банк. Я вам обещал чудо-память на ферритах? Так вот, это вчерашний день в науке. Скоро я сделаю по-настоящему прогрессивное устройство. На кристаллах натри-йод. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Так сразу и не возразишь. Тем самым Гендлин выигрывает еще несколько месяцев. Псения показывал аппарат. Показывал коробочку, где хранится кристалл натри-йод. Он уверял, что открыть эту коробку нельзя, потому что под воздействием света свойства и качества запоминающего устройства в виде этого кристалла могут измениться. И ученые понимали с достоинством, кивали головой. Действительно, может быть, свет повлияет на этот кристалл натри-йод. Все это сегодня выглядит по меньшей мере смешным. Но тогда вокруг Ксении группа ученых искренне верили, что есть перспектива развития вот этого прибора. Есть доказательства моей успешной работы. Я демонстрировал эффект запоминания, названный моим именем Эффект Генрина, члену корреспонденту Академии науки Сацкову. Надеюсь, у вас нет причин не доверять академику. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, становится демонстрация изобретения почтенному членку Роакадемии наук. Немудрствуя лукаво, Гендлин включает осциллограф прямо в генератор, минуя макет, а появляющийся на экране световой всплеск выдает за импульс своего чудо-прибора. Демонстрируя, значит, вот якобы переключение, буквально взял и подключил, ну, от генератора. То есть никакое там устройство не работало в этом случае, а просто показывал там импульсы от генератора. Ну, то есть прямым образом обманул. И он об этом, кажется, как-то, ну, то ли проговорился, то ли сознался, я не знаю, как это. Ну, с Железновым. Что, естественно, Железновым уж очень возмутил. Ну, как же можно, значит, член кора, значит, обманывать вот столь наглым образом. Как бы ни возмущался профессор Железнов, он все еще надеется на результат. Поэтому, уходя в отпуск, приказывает не отпускать на отдых Генлина, пока не появится работающий макет. Семен никакого результата не ждет. Ему нравится сам процесс. Поэтому с профессором ему не по пути. Я не смог сработать с профессором Железновым по личным мотивам. Поэтому был вынужден уйти из ляпа, не закончив работу. Почувствовал, что товарищи что-то начали подозревать, все решили, что надо уйти из института. Ну, нужно трудоустроиться. Поэтому он подделал диплом доктора технических наук и поступил на работу во всесоюзный научный исследовательский институт электрических измерительных приборов, сокращенно в НЕП. За несколько дней до увольнения Генлин объявляет, что за секретное, особо важное для государства изобретение ему в Москве присуждена ученая степень доктора технических наук. Для большей убедительности он устраивает банкет в кафе «Север». На новом месте в Институте электроизмерительных приборов с распростертыми объятиями принимают не только Генлина, но и работавшую с ним группу инженеров. Генлин предлагает инженерам не только высокую зарплату. Он обещает помочь с кандидатскими диссертациями. Поэтому они предпочитают ни в чем не сомневаться, а твердо верить в чудо. И не только они. Все ждут чудес от передовой советской науки. Помимо эффекта Генлина, Семен придумал принцип Генлина. Золотая жила лежала на поверхности. В одном только Ленинграде десятки институтов. А если взглянуть во всесоюзном масштабе, и все мечтают заниматься модной и непонятной кибернетикой, как сегодня нанотехнологиями, спрос на чудеса во все времена стабильно высокий. Как говорят блатные, лох ведется на непонятное. Но если продолжить в той же стилистике, жадность Фрай разгубила. Генлин решает поставить дело на поток. Если ничего не делая, можно получать хорошую зарплату, то почему бы не поработать сразу в двух институтах? По советским законам это невозможно. На новое место не примут без штампа в паспорте об увольнении из прошлой работы. Но Генлин придумывает хитроумную комбинацию. Настолько нагл и настолько нахален, что он приходит туда и договаривается с начальником командира кадра. Вы меня, пожалуйста, увольте на некоторое время, а я к вам снова приду. Потому что сейчас у меня ребенок заболел, а жена находится в Англии в длительной командировке. И я в таком положении, мне надо что-то с ребенком сделать, и он заболел. Я с ним все вопросы разрешу и сразу вернусь к вам. В семье Генлина все благополучно. Дочь здорова, жена дома. Зато получив на руки документы, Семен тут же устраивается в другой ленинградский институт городской и сельской телефонной связи. Тоже начальником лаборатории и с тем же обещанием. Создать запоминающее устройство. Он пришел и сказал. Я потерял паспорт. Ну а так как доктор наук, молодой, перспективный ученый, это было так заманчиво получить в коллективе такого работника, не видя подлинного паспорта, его приняли на работу. Вот и все. Через 10 дней Гендлин возвращается в институт электроизмерительных приборов, говорит, что уладил все свои личные дела и может снова приступить к работе. Старый приказ о его зачислении оставляют в силе, и предъявлять документы повторно не требуется. Таким образом, в течение двух недель он поступил в два таких уважаемых института в Ленинграде и стал получать с них по 350 рублей заработные платы, как начальник лаборатории, в общей сложности 700 рублей. Помимо зарплаты Гендлин получает щедрые командировочные и разъезжает по научным конференциям. На симпозиум в солнечной Тбилиси он отправляется от двух институтов сразу. Разумеется, на двойные командировочные. Должен признаться, мои выступления на конференциях всегда пользовались оглушительным успехом. Жаль, вам не дано понять суть моих изысканий. Это подвластно только специалистам. Человек перед учеными выступал, и ни разу никто не понял, что перед ними человек на самом деле-то. Не владеющий темой, я спросил у Гендлина, что ты читал, юноша? И он мне поведал. Всего две книжки. Популярную физическую энциклопедию и книжку, которая называется «Физика твердого тела». Успешно поработав несколько месяцев в двух институтах, Семен Гендлин резонно подумал. Где две зарплаты, там и три. Поэтому он берет справку на совместительство, чтобы устроиться еще и в третий институт. Но сделать этого он уже не успевает. Неужели в «Докторе наук» наконец распознали клоуна? Или кто-то из ученых посмел крикнуть, а король-то голый, отнюдь. Гендлина подвела тотальная коммунистическая секретность, которая, кстати, для него являлась ширмой. Для большинства научных работ в Советском Союзе требовался допуск. Допуск мог быть только один, по месту работы. Охраной секретов занимались не кадры, а первые отделы. А в них работали сотрудники госбезопасности. Они не страдали излишним воображением, но зато имели крестьянскую хватку и неусыпно соблюдали секретные приказы. С министра приходит запрос во ВНИЕП, что вышлите на допуск нашему работнику. Ну, значит, наши работники говорят, как же так у вас, значит, он у нас работает. Ну, а начальник первого отдела там был опытный человек, там бывший чекист, так сказать, и так далее. Что-то он заинтересовался теми делом. Вот начали там его там что-то спрашивать, но он понял, что вот в этот момент он убежал, значит. Неожиданное бегство доктора наук заставляет, наконец, кадровиков навести о нем справки. Оказалось, Семен Гендлин не обладает ни научными степенями, ни даже высшим образованием. Скандал получился громким. 16 марта 65-го года в газете «Известия» выходит фильетон под названием «Можно ли подделать голову?» Автор, который утверждал, что, оказывается, кроме поддельных документов, выходит, можно и голову подделать, если десятиклассник может изображать из себя доктора технических наук в такой сложнейшей ситуации и такой сложнейшей науке, как кибернетика. В Советском Союзе пресса писала не что попало, а что требовалось. В основном об успехах и достижениях. С высоких трибун, конечно, призывали бороться с недостатками, но цензура не давала очернять. Так что любая критическая статья, особенно в «Центральной газете», являлась сигналом для компетентных органов. На сигнал надо было реагировать незамедлительно. Прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении Семена Гендлинга. Бежавший из Ленинграда Семен Гендлин газету «Известия» не читал. В это время он, подобно Остапу Бендеру, уже находился вблизи румынской границы. Он ничего лучшего для себя не сообразил, как ринуться, вот не знаю, почему мы долго думали над этим, почему он к западной границе помчался. И есть такой небольшой городок пограничный – Мукачёво. В городе Мукачево есть госпиталь Министерства обороны. Там испортился прибор. Не знали, как подчиниться. Об этом узнал отдыхающий Мукачево, сбежавший из нашего города, Сеня Гендлин. Он предложил свои услуги. А начальник госпиталя, оказывается, читал утром газету. И когда к нему пришёл мастеровой человек, предложивший свои услуги по ремонту оборудования, он моментально сообщил компетентным органам, Сеня был задержан, арестован, этапирован. И в суде Петроградского района слушалось его дело. Я понимаю, что я проходимец. Но этот путь мой был выбран, чтобы выйти из материального тупика. Я женился и набрал долгов, вступив в жилищный кооператив. Это на первом допросе Семён готов сознаться во всём. Но уже на втором он меняет показания. Да, он подделывал документы, но не корысти ради, а чтобы создать своё великое изобретение. Для этого у него достаточно знаний и таланта. Защита занимала позицию такую. Диплом, конечно, много, но ещё не всё для того, чтобы оценить того или иного учёного. Защита утверждала, что безвестный американский художник Самуэль Морзе изобрёл электромагнитный телеграф. И человечество сотни лет пользовалось его изобретением, благодарный ему, хотя диплома он не имел. Мне стыдно, чтобы думать, что я всё сделал это только ради денег. Я получал деньги, но за выдущийся вклад в советскую науку. Однако научное наследие Семёна Гендлина оказалось небогатым. Ни один из созданных им макетов запоминающего устройства не работал и работать не мог. Стоит обыкновенный наш служебный сейф. Он испечрён дырками, просверлены дырки в разных местах, и сзади, и с боков, и в них пропущены какие-то провода, а внутри, когда я открыл, там пусто, там ничего нет. Элементы памяти я уничтожил, чтобы никто не мог присвоить моё изобретение. Ну дайте мне 3-4 месяца. Я создам запоминающее устройство, в своей области я гений. Авторитетная научная комиссия проводит техническую экспертизу и экзаменует Гендлина на наличие специальных знаний. Экзамены Семён с треском проваливает. Профессора Летти, значит, ну как эксперты они были, значит, возмущалась, что как так, значит, могли распознать, что он полный профан, ничего не знает. Может быть, он был бы действительно талантливым организатором, ещё кем-то, но... Ну, есть жулики талантливые, их, наверное, тоже профессия такая есть. Но это, я думаю, исключение. В начале 60-х Гендлин явление экзотическое. Наука пока ещё клуб для избранных. Но во всех республиках Советского Союза институты плодятся как грибы. Гениев на всех не хватает. И постепенно начинает цениться не столько научный вклад, сколько умение пробить финансирование, договориться с инстанциями, пристроить нужного человека. Научные институты всё меньше отличаются от прочих бюрократических организаций и становятся всё более привлекательными для карьеристов и авантюристов. Что значит авантюрист? Это тот, который, так сказать, с какую-то ерунду умудряется получить какие-нибудь бешеные финансирования, свои проекты и так далее. Но извините, все наши советские общественные науки, так сказать, из этого примерно и состояли, ну, процентов на 80, скажем так. Судебный процесс над Гендлином произвёл впечатление разорвавшейся бомбы. В рядах интеллектуальной элиты оказался жулик. Тревожный сигнал для советской науки. Лжеучёного следовало наказать по всей строгости. На суде Семён Гендлин свою вину так и не признал. Он говорил, дайте срок, и я вам создам гениальное изобретение. Это напоминало и всё-таки навертится, но в ироничном смысле. Срок дали. И максимальный. Захищение государственных средств. За то, что он похитил 6,5 тысяч рублей, незаконно получая зарплату в этих двух научно-исследовательских институтах, за то, что он незаконно получил надбавку за учёную степень, работая в Харьковском медицинском институте. Всё вместе сложили, и получилось 6,5 тысяч рублей. Времена были суровые. Суд был беспощаден. И мера наказания была себе неопределена. 10 лет решения свободы. И мне по-человечески казалось, что это многовато, конечно. Ну, жулик-жулик, значит, мошенник, так сказать, но не более того. Отсидев свой срок, в советскую науку Семён Гендлин не вернулся. И запоминающее устройство так и не создал. Он продолжает заниматься тем, к чему имеет истинное призвание. В 83-м году Петроградский суд города Ленинграда приговаривает его к 10 годам за мошенничество, подлог и растрату. В 90-м Семён Гендлин эмигрирует в Израиль, затем в Соединённые Штаты. Берёт себе новое имя Шимон. В 2005 году интернет облетает сенсация. Доктор наук Шимон Гендлин изобрёл сверхмощное запоминающее устройство, основанное на всё том же эффекте Гендлина. Дело в том, что в 2005-й, сегодня в 2009-й и мы могли бы видеть результаты, если на самом деле такой бы существовал компьютер. Дальше утверждение о том, что это компьютер и память, точнее, строятся на эффекте Гендлина, который, в общем, никому неизвестен. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. И беседую со специалистами в области именно памяти, будем говорить, и магнитных, квантовых эффектов, квантово-оптических. В общем-то, есть такое понятие, квантово-оптический, магнитный, но эффект, что такое Гендлина, никто, в общем-то, не знает. Президент компании «Сендиск» Эли Харари прокомментировал, это всё равно, что кто-то заявит, что он может летать в полтора раза быстрее скорости света. Этот парень несколько лет показывает всякие супер-нинди-компоненты компьютера и никогда не позволяет никому, кто не заплатил, изучить его игрушки для проверки. Похоже, мы имеем дело с заявлениями очередного турецко-подданного, продающего наивным инвесторам технологию с завтрашнего дня уже сегодня. За океаном доктор Жимон Гендлин порой участвует в технических выставках и демонстрирует свои фантастические изобретения, но на витрине и под стеклом. А когда его просят подержать вещь в руках и показать технику в работе, он отвечает, сначала купите, потом смотрите. Всё в той же стилистике. Утром деньги, вечером чудо. То есть занимается примерно тем же, что делал в Харькове и в Ленинграде. О счастливых покупателях продукции доктора Жимона нам ничего не известно, но спрос на чудеса стабильно высокий во всех странах и во все времена. Ленинград, он почти в Европе. Ленинград, он богат дворцами. Ну, какие повсюду лопи. Чуть оступишься, И с концами чуть оступишься, И с концами купала стадия по золоте. Шпили ввысь устремились стройно. Ленинград стоит на болоте, А по ночам у нас неспокойно. А по ночам у нас неспокойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин